Королевский флот обеспечивал проводку транспортов с вооружением, техникой и продовольствием для Красной Армии в Мурманск и Архангельск. Поставки из Англии и США осуществлялись в рамках программы Ленд-Лиза. Охранять индивидуально каждый транспорт не представлялось возможным. Поэтому они сводились в крупные группы, так называемые конвои под защитой боевых кораблей. Конвои, идущие в СССР, обозначались буквами Пи-Кью, возвращавшиеся обратно Кью-Пи. Это произошло в 22.30 4 июля. Корабли прикрытия и эсминцы непосредственного охранения покинули транспорты и отошли на запад. Тем самым они уклонялись от встречи с немецкой эскадрой, курс которой стал известен благодаря радиоперехватам. После этого конвой был обречен. Брошенные на произвол судьбы транспорты направились к Новой Земле и Кольскому заливу. Рассыпанные по морю суда становились легкой добычей для вражеских подводных лодок и авиации. Поврежденные самолетами корабли добивали подводные лодки. По оценке англичан, самое позднее, утром 6 июля, на горизонте ожидалось появление тяжелых кораблей немцев. Ближе к вечеру германское соединение пыталось атаковать британская субмарина, но она даже не смогла прорваться через завесу эскорта. Тем же вечером командующий германским флотом Гроссадмирал Редер принял решение о возвращении немецкой эскадры на базу. Она была обнаружена противником, и Редер опасался за судьбу своих крупных кораблей. Из 34 судов конвоя БК-17 потоплено 23, то есть две трети.